Всем привет! Это пресс-центр советского спорта и сегодня у нас в гостях буквально профессор социологических наук, доктор политологии и аспирант смешанных единоборств. Вы все догадались, это Дмитрий Смоляков. Дмитрий, здравствуй. Да, приветствую, что меня характеризовал. Скажите, Дмитрий, вот в последнее время у вас стало как-то мало в интернете, вы можете сказать, оттуда исчезли. Вот с чем это связано, почему? Вы ушли надолго, навсегда. Необозримый срок, пока не могу сказать. Ну, посмотрим. Знаешь, как я понял для себя одну вещь, что я не интернетный воин, да, и не ситуация вот эта, что у нас оказалась фигурная скобка с Емеляненко, да, в которой я там оказался заложником ситуации, спылил, сам себя не понял. И на следующий день я понял, что это все и не моя, это каша. На самом деле к другому я иду и к другому стремлюсь. Чтобы вариться в этом, надо принимать эти интернет, это интернет-пространство безболезненно, без травм для себя, не пыляя и абсолютно спокойно пропуская через себя. Я не готов, поэтому я отключил полностью весь интернет от себя, ушел. И вот сколько-то времени уже находится, настройщик в таком вакууме, да, я вообще ничего не получаю, никакую информацию. Честно говоря, живу счастливо на самом деле. Когда мы с тобой поговорили последний раз, с Даниилом, вот знаешь, много было сообщений под нашими роликами, я их там 100 тысяч посмотрела в сумме, и все почти говорили, там, ну, либо тебя не знали, либо знали там по поражениям, но вот все сказали, что вот Дмитрий Смоляков молодец, и я там буду теперь за ним следить, переживать. Вот ты вот на тот момент хотя бы поддержку чувствовал? Слушай, там были видеоинтервью не только вам записано, были еще потом другим порталом записано видеоинтервью, где много, большое количество людей реагирует, да, на мой взгляд. Ну, просто я не понимаю, так думает вся страна или полстраны о том, что... Я думаю, 99% просто. Ну, о том, что происходит, да, как бы нет смысла врать, нет смысла уходить от правды. А иначе, если уходить от правды, то тогда, как бы, ну, значит, все ближе, ближе, ближе к яме. Ну, ты и так уже на пропасти, знаешь, практически мы и там уже. Фактически, что поддержка народа, конечно, чувствуется, и на самом деле приятно, потому что лично я получил много там позакидывал оппозиционных, конечно, порталов. Я наверняка попал не в те списки, куда надо, да, там, вообще надо мне ли это. Я все равно, моя жизнь от этого никак не изменится. Я не буду баллотироваться ни в какие политические круга, да, там, никому я не нужен. В принципе, так же, как и мне это не надо. Мне другая цель, другие горизонты. Я просто понимаю, что здесь, в России, ничего мы не изменим, ничего мы не добьемся, да, там, все уже за нас давно решено. И каждое выступление – это лишь только подтверждение тому, что нам снова посыпают пеплом глаза. Да, там, нам поют, что все наладится, там, на каком-то выступлении все здорово похлопали. И эти все представители, так сказать, политического бомонда там поприсутствовали с умным видом, какую-то рокировку там провели. Примейся, выписали за хорошее. Абсолютно точно, да. Но мне по факту ничего не изменилось, и я не думаю. Просто, знаешь, у меня есть один друг, Эльдар. Да, я с ним когда-то уехал в Америку в 2006 году. Этот Эльдар, ну, сейчас уже очень преуспел, да, у него там своя... Раньше он нас кормил тем, что он ходил на стройку и занимался это демаличным. Ломал, короче, эти... Ну, ничего не умели, его первая профессия была ломать эти стены, там, все крушить, для того, чтобы потом мастера могли зайти, и там уже все поломано. Осталось только вынести мусор, и можно уже там творить. И на сегодняшний день там он уже долларовый, практически миллионер, у него своя компания и прочее. Ну, живет преуспевающе, даже, по-моему, производство там чего-то. Начал своего. И я ему говорю, слушай, Эльдар, говорю, ну, вот мы тут живем. Я говорю, ну, да, красиво, все. Я говорю, ну, ведь мы умрем, тут такой темп, тут такой ритм, все бегут куда-то, никому особо нет времени остановиться. Я говорю, ну, ведь мы умрем, ведь к нам на могилу, потом никто не придет. И из-за этого бешеного темпа он поворачивается, и мне такую фразу говорит, которая, в принципе, мне прояснила. Он говорит, а тебе тогда уже не будет ли все равно? Тебе уже не будет все ли равно, кто к тебе придет или нет? Говорит, зато ты проживешь красиво на широких дорогах, подсвеченных улицах, с правильными магазинами, с правильным поведением, атмосферой, жизненной подходу, социум и так далее. И я тогда сижу и думаю, ну, слушай, Ильдар, а ведь ты прав, какая мне разница будет потом, да? Я знаю, что вообще тебя последнее время вообще на интервью очень тяжело вытащили. Нет, я больше не хочу не давать никакие интервью, а смысл этих интервью? Для чего? Ну, хорошо, смотри, дал я интервью, ну, да, люди пообсуждали, ну, да, посоглашались, там оппозиционные ролики позакидывали. Я-то по большому счету не оппозиционер, да, я, если ты из тех, кто хочет помочь как-то России, да, как-то поучаствовать, да, но тут у нас нет такой опции в России, там, поучаствовать. Ну, хорошо, и показывают какое-то, каких-то, какое-то молодежное собрание, там, общество, да, созданное якобы, это наша молодая политическая гвардия, там, грубо говоря, там, при губернаторе, при каком-то, я вообще не знаю этих людей, кто это люди, что это за люди, хоть одну какую-то идею, хоть здравый смысл передайте. Ничего, они, слышишь, просто какие-то амебы, знаешь, сидят, ну, и, соответственно, не тащат о них и ничто с ними не делают. Это якобы активисты, молодые активисты. Ну, хорошо, если это молодые активисты, то 3 рубля они не заработают, потому что, знаешь, ну, с ними нам лучше не станет, потому что я, конечно, ничего не хочу сказать, но тот человек, который себя там, грубо говоря, одеть, обеспечить толком не может, да, я ничего не хочу сказать, что там он в простых сандалях и видно по нему, что связи у него ноль. Ты, конечно, может быть и хороший парень, но если ты отвечаешь за массы, ну, как минимум, ты должен быть тот, кто его слушает, и тот, кто умеет крутиться. У нас страна такая, где надо вращаться, крутиться. Знаешь, почему русские приезжают в Америку и становятся миллионерами очень быстро? Потому что научены в 90-х. Здесь навыков нахватались, да, как крутиться, вращаться, и туда приезжают, и уже в этом ритме привыкли, что надо все время быть в поиске. Американцы очень медленные, очень медленные, спокойно все перекладывают. Ну, другая жизнь, другая менталитет другая. Да, у меня там друг один есть, не буду сейчас называть, он этот вопрос решает за 2 часа то, что обычно решают американцы двое суток, знаешь. Да, и поэтому он очень быстро там догнал те, кто в пятом поколении уже были, грубо говоря, накопили эти деньги. И он уже там за 10 лет имеет то, что обычно там 5 поколений зарабатывают. Соответственно. У меня вопрос про Александра Емельяненко. Из-за того интервью, вот если бы, скажем, ты давал бы его сутки спустя, уже осмыслив этого, что бы ты изменил в нем? Да, наверное, все бы изменил бы. Слушай. Или просто не стал бы даже отвечать. Слушай, даже не знаю, но это было бы точно, наверное, по-другому. Ведь если так разобраться, да, там мне наутро позвонил один высокопоставленный чиновник, да, мой друг из Москвы, он силовик. И сказал мне следующую речь. Слушай, мы вот проанализировали твой этот монолог, да, нашли тебе 300 типа, которым ты вообще не отвердишься. Если, допустим, Емельяненко не положит, ну, если Емельяненко положит бумагу на стол, а потому что у меня угроза жизни, я переживаю, у меня от этого голова болит. Слушайте, я думаю, выпишите мне таблетки, и еще, наверное, мы все-таки на моральный ущерб подадим и так далее, и так далее. Я просто устану уходить от статей от этих. И это надо быть гораздо умнее и более сдержанным, чтобы не повестись на поводу у самого себя, не засунуть самого себя в капкан, вспылял по какому-то из таких провокаций. Да, он сказал, это неприятно, все, но я проще, я до него добрался там через человека, да, мы связались и так далее, и лучше так эти вопросы решать, убивать, чем это все решать в интернете. Поэтому я, кстати, и удалил тоже интернет, все беды у меня оттуда идут. Знаешь, и у меня жизнь так складывается, я хочу, чтобы поменьше знали обо мне, о моей работе. Я не в том направлении пошел, вот, ну, только из-за боев. А в итоге так и не связался с Емельяненко? Связался, почему? Вообще-то ты с ним знаком лично, да? Да нет, мы один раз виделись, так он прошел мимо, ну, здрасте, ну, здрасте. Вопрос прояснили или как? Вопрос прояснили, ну, но, скажем так, что никто, все поняли друг друга, да, все поняли друг друга, что кто имел в виду, из чего это получилось, почему так, окей, окей, ну, нет претензий, ладно, оба виноваты. Ну, там назревает, может быть, другая история, которая, быть может, станет чуть попозже, ясно, известно. Бою быть? Ну, несключительно. Хайп уже сделан, согласитесь, мне кажется, и Саша рад хайпу, если бой принесет в два раза больше денег, почему бы нет? Ну, предварительно поговорили на эту тему, скажем так. Но сейчас у тебя есть поединок. Да, Максим Новоселов. Который дерется, кстати, на этой неделе. Ты обещал, в прошлый раз, там, готовиться, там, очень ответственно к этому поединку, чтобы... Я очень готовил, соответственно, что сказать. Я такой, такие сейчас тренировочные сборы прошло. Я знал, что на Максиме, на Новоселове не остановимся, пойдем дальше. И поэтому я впахивал, впахивал все это время, и там, и даже Таиланд, это были цветочки, там, не суперсильные сборы были. Я там в Калининграде очень хорошо нагрузился по борьбе, и я сейчас завтра улетаю в Америку, в Америке до... Ну, и теперь я же практически уже туда переехал. Можешь об этом поподробнее? Переехал навсегда? Вообще? Да, в США. Или это план умный? Нет, это план, да, это план, безусловно. Я его давно вынашиваю. Я более того, хочу сказать, что, ну, ситуация с Емеляенко мне здорово помогла принять некоторые решения, да. Я все-таки посидел, чуть протрезвел, посмотрел в другой плоскости на то, что происходит вокруг себя. На себя, надо ли мне это, и на самом деле сделал то, что бы, наверное, еще бы, может быть, не сделал в ближайшее время. Я реально продал весь бизнес вообще в России. Все, что у меня есть, вот в Калининграде там и в другом городе, я все вообще продал своим партнерам, и вообще сейчас избавился от любого, даже нигде процентом не участвую ни в чем. То есть ты за неделю сделал так, можешь сказать, вообще? Это там все рабочее было, да, мне как бы, мне пришла мысль, что я знаю, куда я переложу, у меня есть и другие работы, не в России, я знаю, куда я дальше переложу деньги. Поэтому я сказал, слушай, давай это лучше, пусть меня Россия отпускает, но не хочу. Ну, доход за пределами России, значит, тоже какой-то есть, не только в России там живете? Нет, не только в России, я считаю, вообще в России невозможно работать. Сейчас повышают налоговую систему. На биржу. Слушай, штрафы растут. ИП уже раньше было 31 тысяча, 19-го года, теперь до 24-го года по планам 54 тысячи. Знаете, многие бизнесы строятся на вале денег, да, на том, что, грубо говоря, от 5 до 8 процентов заработок от оборота средств. Хорошо, ну, можно учитывать, от 5 до 8 процентов заработок от оборота средств, да, от этих 8 процентов надо еще заработать деньги. Ну, от этих 8 процентов это заработок, то есть, грубо говоря, там крутится 100 миллионов, 8 миллионов это заработок, да, от них надо минусовать налоги и так далее, и так далее. За наличные средства сейчас банки берут 3 процента. Такая, да. Да, ты посмотри, ты зарабатываешь 8 процентов, еще ждешь эти деньги там до 60 дней, да, грубо говоря, работаешь с сетями. и и забирают деньги организации которые просто по большому счету могут выдать кэш какая им разница да но не все работают на кэш там допустим с сельхоз угодьями да там или кого-то что-то перекупаешь некоторые рассчитываются ты приезжаешь в колхоз или что с продуктом питания закупаешь там яйца что-то что-то еще молоко ну кэшем не не вся россия имеет банковские карты или машинки для проведения них понимаешь и соответственно по всем пунктам если пройтись они сделали так что налоговое обложение просто задушила весь мало и средний бизнес у нас лично вот хорошо в россии да сейчас дошло до того что уже в москве сдаются в аренду повсеместно леса строительные строительная техника уже ничего не строится спад конкретный аренды аренда помещений в малых городах там через одно никто не хочет заниматься бизнесом волатильность рубля колоссальная там я просто не я я просто не понимаю куда они ведут и зачем они еще усложна усложняются налоговое такое обложение до для организации которые так по большому счету выживают у нас у народа нет денег покупная способность снизилась у меня есть друг у него грубо говоря там 60 60 точек для реализации кандирских изделий условно сейчас оборот средств такой где-то 70 процентов от того что пять лет назад у него было на 30 точках то есть вдвое увеличилась она 30 процентов сократилось количество не и для того что средства не они от того что у него качество упало снизилась то что люди покупать не мог не наш не на что все в жопе конкретно с посмотри спустись метро никто не улыбается люди в шоке понятно там кто-то ездит уже слушай уже даже звонят эти с lexus центра и так далее уже предлагает мы вам максимальную скидку сделаем возьмите хоть любую машину хоть что-нибудь уже там кредит чуть ли не готовы по кредитным условиям облегчить и так далее но нет слушай сейчас тут надо что там путин нам выступил на прямая речь президента ротин выступил да о том что собирается помочь молодым семьям эта программа я просто был в тайлане то эта программа на несколько лет рассчитана да или там она навсегда это не объявлено но не объявлено да но по посуде то забрали у старых отдали отдали молодым да ну это что какая-то корпорация выделила или кто-то пошел на уступку или там из бюджета вышло там же не дали старым и не дали молодым одновременно чтобы люди сразу легче жить и стали сейчас программу допустим просто программа помощи покупки жилья да просто как начинаешь что понимать понимаешь не хочу жить в этом обманете вечном никаких перспектив смотри ночи полина грубо 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 говоря там 240 миллиардов по моему сын цифра выделена на помощь покупки жилья в ли ипотеку да условно 15 процентов там или 16 процентов должен выплачивать за ипотеку до 50 процентов на себя берет государство слушайте там можем я могу в цифрах немножко путаться но смысл такой что ты за два года выплачиваешь мой за за 20 лет выплачиваешь вторую свою стоимость квартиры а нельзя ли сразу просто государству дать половину эту сумму к эквиваленту этим восьми процентам и человек насобирает этих восемь процентов да и получится он заплатит всего лишь вот эту разницу там в половину квартиры до половину погасит государство у нас нельзя а она надо ему надо заплатить тело кредит еще набежали на эти проценты но там-то банки ведь кто-то с банками в теме да ведь кому-то это надо это эта схема откатная соответственно эти 240 миллиардов надо как-то обработать правильно придумали схему помочь помочь ну якобы стимулируют якобы помогают а могли это просто сделать 8 процентов хотя бы ставку ипотечную или и или просто на эти деньги возьмите как при советском союзе но помогите молодым семьям но не выйти на час в россии невозможно купить квартиру какую квартиру он просто нереально тем более в москве цены цены такие космические танк квадратный метр в за период какой в таких-то простых городах от 80 тысяч и выше при зарплате этот милонов говорит предложили понизить зарплату до 40 тысяч говорит да вы что кто в государственную думу пойдет на 40 тысяч работать вы смеете что ли хорошо а как-то до пенсионера на 12 ты жить он горит до 40 тысяч не прожить невозможно так ты сам ответил на вопросы себе молодец такой ну и хорошо и как в этой стране жить надо быть депутатом кому-то надо быть депутатом у тебя бы получилось нет ничего там прогрызут дыру спине значит кто-то должен помогать двигать ну пусть двигаю я поехал дима мне хотел бы чуть-чуть на вас вернуться вот после этого обращения ю тубе там появились много вызов тебе лично что-нибудь из даже читал какой-то предложил поединок да слушай я сейчас отключился да от интернета условно что-то слышал да но как один умный человек сказал что время сейчас неспокойно и партнеры ненадежные чтобы что-то говорить поэтому пропустим эту тему будем жить спокойно в новом месте я думаю тебя вообще будет все отлично да у тебя что мы это понимаю куча друзей да я считаю что я потерял много времени на самом деле что если бы я работал бы не в россии а там я бы уже другие чуть показатель бы займем но всему свое время знаешь и когда-то отматываешь пленкой подумаешь почему это получилось тогда не получилось тогда получилось сейчас и для чего это нам здесь именно оказалось бы это бы надо было бы там где-то когда тебе казалось что нужно соответственно но что то что что не происходит то происходит вот и вот туда переезжаешь ты всю семью правильно туда что все подвести вообще оружие рубежка нас в мосты даже да слушай ну знаешь как я тебя немножко поторопился да я сказал что я поеду сейчас тренироваться планирую там оставаться планирую там жить буду в любом случае получать документы до безусловно не без своей супруги хочу чтобы наверное мои дети родились в перспективной стране как это многие делают сейчас большое большое количество людей туда едет рожать даже простых так сказать не спортсменов ну все кто с деньгами гражданство галят слушай но ты видел хорошо ребенок с американским паспортом двери открыты кому данный российский паспорт там сколько-то стран снг и там израиль пока что и еще там какие-то страны грубо говоря третьего мира россия по сути дела сейчас страна третьего мира или нет вот на мой взгляд а ты как думаешь я считаю даже чуть ниже вот мое мнение не ну давай проведем про проведем аналитику хорошо путину как относится вас в остальном мире мне кажется как чужому я знаю как у нас об этом рассказывает но я не знаю как там ну хорошо не уставь секундочку путин гаданусь как чужого к как чужаку но не будет там русский человек никогда своим никогда своим не будет это будет всегда чужой человек а плюс при том что он еще как как показывают хотя я в это тоже не верю все это большая как как петр первый завещал о том что нет кроме армии флота больше союзников у нас до путина во всем мире не воспринимают россию не любят дело иметь не хотят да так еще помимо того что делами не хотят мы внутри страны дело иметь не можем соответственно откуда нам здесь взяться розе на морозе зато крым наш крым наш да ура вы может место неплохое да все это бы все это был русский мир когда-то и все это что киев что новгород это были книги князья на которые разговаривали на одном языке они ссорились я пользуюсь случаем хочу сказать что украинцы обалденные люди не недавно совершенно были диалоги там пересекались по своим общим делам шикарные ребята и никак не настроены к нам плохо до полипа политически конечно на верхушках там они могут и друг другу хоть и глотки перегрызть а люди все равно остаются людьми я думал что там все-таки уже проработали там зомби живут нет ничего подобного шикарные ребята нам бы конечно вернуть будут дружбу вот знаешь братья бай сангуровы боксеры сказали как только на украине выключаешь телевизор понимаешь что ничего не произошло да главное не сказать там человек тренировался российской экипировки мы ник слова никто не сказал на 3 киева слушает а машины ездят на российских номерах и ничего не происходит абсолютно и мне скидывали фотографии даже этот морщин разъехались да я поехал москву там с одного места из бедного лондона так называется европе город один и они поехали в киев они не скидывают фотки где на российских номерах машины стоят спокойно хорошо я кстати знаешь что эти так скажу что и дети так скажу что даже в украину уезжают с деньгами люди предпочитают жить в украине чем чем россии почему не знают зеленскому больше верят не это не думаешь слушайте мне бы хотелось такую тему затронуть которую вот например не хотят боксеры и бойцы мамас обсуждать которые находятся в екатеринбурге ну то есть история пол помнишь такую про храм строительства это как они там пришли я ваня штырков отличился честно сказать я я не знаю правда не знаю эту историю даже ни разу не спрашивал у них про него понимаешь чем дело на фоне всего да так как недоверие к правительству максимально да сейчас видно что церковь прислуживает тоже к руководителю абсолютно 30 тысяч по стране в прошлом году более трех сутки там ли более десяти в сутки слушай как ты понимаешь вот что говорит патриарх вообще вот когда он речь про женщину особенно я ничего не понимаю вот и вот слова такой оборот мечь сейчас в церковь приходят люди либо нуждающиеся до которые пришли за помощью либо верующие но те которые верующие это как правило уже очень взрослое поколение нуждающие которые видимо что-то привело думать какую-то надежду поискать как правило ученые образованные там не находятся он такие обороты речи пускает политическая конъюнктура политическая конъюнктура я вот вроде не дурак вроде читать умею я такого слова не могу до сих пор разобрать политическая конъюнктура там нищета нищеброды сидят голодный как с какими словами ты обращаешься за запутает так речь что вообще не понимаешь и все время одно и то же церковь находится сейчас в том-то том-то ну хорошо находится она решай тебя за этим поставили как и знаешь его слова я призван говорить правду о хорошо если ты призван говорить правду скажи какое количество денег находится вот именно у тебя не знает никто но представляю что очень много судя там по различным историям даже из того же интернета пускай там я не беру ничего больше ты видишь как люди в церкви до 50 процентов приходит это же не считали за надежды идут да сними ты себя ты хоть чуть-чуть но все равно умрешь как и все остальные ты умрешь президент умрут все дайте русским людям немножко кислорода зачем вы вы их вытаскиваете уже уже дышать не наш уже хочет вздохнуть и тебе уже на грудь наступили ты уже пытаешься ведь на 15 16 20 тысяч невозможно просто пожить в тем более в такой мегаполисе как москва носишь дорогие часы там яхта есть автомобиль картин имеешь баснословное количество денег да просто ну ты же русский человек ну да это людям православным таким же как ты веру они больше поверят они наконец-то хоть скажет есть правда в этом мире есть хоть немножко на что понадеяться все-таки люди есть люди люди а ты патриарх ты ведешь за собой зато за тобой люди смотрят смотришь ты дал там другое количество бизнесменов скажет слушай я хочу так же поступить благородно пример почему бы и нет я бычу эту часть свою не на разном люди не не чтобы мне потом еще больше вернулась и понимаешь такое ощущение что как будто мы все вечны никто не вечен ведь же мне унесем эти богатства люди плачут но и соответственно ты говоришь не хотят чтобы строить церкви а все просто просто так на таком же уровне недоверия как правительству так так и к церкви сейчас да ведь по статистика была проведена параллель записывают сейчас вероисповедания да по призыву в армию и в сибири очень большое количество написали вера это веды до старославянская сейчас очень большая пошла волна староведы на старое время да прям очень большая особенно в той вот за уралами сибирской части я не буду называть там известных спортсменов реально очень известные спортсмены которые веды до который раскрестились конкретно раскрестились и это уже лично их дело и пускай они там сами уже об этом скажу да но смысл в том что но смысл в том что все понимают и чувство что что-то не то идет а там наверху о нас не думаю да они заняты своими там большими вопросами и упускают момент то и упускают момент тот который сейчас вообще не заполнен люди вакууме не знают куда податься уже на все согласны где где как лишь бы как уже за что чтобы только зарабатывать и взял изменил правительство якобы это еще что-то изменит вот это или там пешки просто передвинули ну и и новую партию той же самой игры хорошо а ты что думаешь я думаю ничего не изменит и только если худшую сторону я считаю что это как раз просто поменяли специально чтобы люди кто-то поверил ну да взглотнул как сказать не честно сказать я веду я думаю что уже на какое-то количество времени да там распланирована игра наперед по касаемо россии кто будет что будет и какие политические партии кто какие посты займет какие законы будут приняты кто между кем как распилит что и честно сказать поэтому я и пытаюсь на все-таки встать на лыжи да грубо говоря потому что ну сидеть здесь и понимает что что-то изменится а может нет но при этом на вряд ли что что-то изменится в лучшую сторону и наблюдать за тем что как какие-то бездари там принимают законы от которых потом будет будет а будет на мне отражаться я лучше поеду в политически экономически стабильную страну где нет никакого где ты понимаешь что ты платишь налоги но понимаешь за что а здесь на содержание вон тех людей сытых голова здесь тоже понятно скандал за скандалом да там назначили это министр культуры назначили министр культуры бабу да которая там в интернете не стеснялась рассказывала как она там лишалась девственности где и когда что она не любит поэзию оперу что она не любит посещать театры это фотография скандально где он там всех посылает на три буквы она в министерстве культуры там какую позицию занимает первую или вторую но суть в том что ты представь какой много многонациональный народ у нас да и многокультурный я даже вот не могу себе представить там взять тот же горячий кавказ да и что она их за них ответственность несет за их культурное бытие эта женщина будет теперь писать план программы развития в том числе и кавказа и конечно эти все скандальные цифры до которые там у жены мишустину у него самого да и у него самого у меня бизнесмен один общался с ним еще лет 10 назад когда он там в правительстве работал это чисто чистый схемовик там на оффшорах просто нереальное количество денег спрятаны поэтому о чем речь мне знать поправила недавно фраза елена ясенбаева и она сказала прочитала интересную книгу конституция называется менять собралась и да слушай ну тоже вот еще один цирк собрали вообще непонятно кого мне кажется там настолько должно быть ну а ты вообще видишь кого-нибудь политического сейчас мудрого лидера вот чтобы который который мог бы сейчас как-то как-то предпредставлять силу оппозиционного честно и нет я буду за навального знаешь почему потому что он хотя показывает кто из них чего ворует хотя он наверно тоже но он не простой у меня тоже есть свои так сказать заморочки можно загрудинина ну вроде как откуда ну хотя бы слушай ну и если но они хотят не коммунисты вообще если так надо пошло слушает и ты видел когда идет миронов жириновский зюганов и представитель единой россии там кто-то может медведев они все вместе идут и потом такой нашу снизу надпись и ты до сих пор веришь что тут еще что-то кто-то противостоит ну правду ганова не верил честно мне кажется он еще тогда в девяносто седьмом но шестом один раз он до приложился все властью я тебе так скажу что вот как поменяется да что-то в лучшую сторону но приедем поживем если будет масть а сейчас я просто не вижу не вижу смысла не не вижу смысла тут сидеть потому что эти если вот эти неэффективные менеджеры нам будут рисовать как нам дальше жить я не хочу при этом присутствует и русские еще остались да вообще просто в душе которые боя болеют за россию и так далее но не осталось того лидера просто не дадут поднять головы да даже на элементарном уровне вот такая помнишь был новый поток да как-то он быстро уж был и набражный да там господин такой да он сейчас сидит по-моему кто из них но смысл суть в том что условно они прогретовались там на 5 миллиардов до долларов или должны были прокредитоваться но построили завод нпз за два с половиной миллиарда то есть никто ничего не разворовывался устроили по технологиям построили меньше чем чем заявлено что не бывает вообще в россии принципе по идее попала попросить еще добавить да тут нет и завод был плюсовой условно 100 миллионов долларов до в месяц приносил условно но помогали развитию там спорта русским людям там и так далее этим хоть не только русским людям там все в этом новом потоке стояли и амиду россиянам принципе организация хорошая и несла мало того что и деньги в бюджет шли и история плюсовая так они еще и за социально какой-то прослойку тоже отвечали в итоге это все убили его его якобы обвинили в том что он принципиально не хотел уезжать из россии потому что знал что он не воровал ничего его обвинили в том что он проворовался в какую-то с какое-то количество денег вывел средств за границу и ну сейчас дожидается суда хотя там вроде как на этом суде ничего толку там связать не могут но все равно это россия знаешь было бы тело стати найдется да это как у нас онкоцентр построили сейчас в калининграде точнее так и не закончились трое до перевели определенную сумму денег уст не помню точно условно ну первый же миллиард вывели за форшору онкоцентр замечаем дело да но утверждают утверждают какие-то проекты ведут их кто за ними следит тогда на сантазии за этими деньгами ведь страдают то в итоге люди она людей у нас глубочайшие страдают в итоге люди которые помощь не получили как они как можно было увезти деньги с энкоцентр но это же ладно там бог с ним там дорога не построили что-то еще но здесь прям люди дожидаются помощи ну бьют всегда по самому больному сначала образование чтобы были не образованы потом больницы чтобы слушай что касаемо образования да я вот не понимаю неужели нет в стране эффективных мыслителей почему не предпринять такие кардинальные реформы я учился в институте лесгов тогда какой-то мой первый институт я жил на пионерской в метро это в общежитии это где-то там остановки 67 с пересадкой от декабристов у институт находился на улице декабристов да там надо было ехать какое-то количество либо идти пешком либо ехать на автобусе выходить на сеной либо выходить на невском проспекте и потом что невского проспекта еще ехать до до пионерской ты представь учеба начинается 8 30 до утра в 7 утра надо встать чтобы успеть на учебу при этом это институт физкультуры да там и спорта туда приезжают люди еще живую которые живут мечтой спортсмена у них у него он сталкивается с тем что он живет ему дают учебу ему дают жилье он живет мечтой спортсмена то что ему надо тренироваться плюс ему надо еще где-то деньги брать соответственно всем утра он встает 8 30 учеба до заканчивается на в два часа дня у него остается там чуть-чуть времени чтобы успеть там грубо говоря четырем часам на тренировку он успевает на тренировку вечером ему надо что-то еще там по учебе поделать себя как-то накормить постирать правильно а когда время остается время остается на зарабатывание денег тут начинается вся философия ломаться он месяц-два мучается пытается где-то там по ночам работать не спать и с такими глазами ходить на эту учебу то ли охранником стоит то ли что идет на эту учебу учеба валится потому что невозможно жить в таком ритме до тренировки валятся начинает выбирать ну раз приехал учиться скорее всего бросает тренировки бросает спорт потом начинает уже только работать и только учиться ведь у человека в день только полтора два часа в одну сторону занимает дорога это насколько надо быть бездарными руководителями чтобы построить общежитие за там 50 километров от учить от учебного образования у меня знакома одна учится на медицинском институте общежития в пушкине городе находится в другом городе я ну ты представляешь это какое плечо надо делать чтобы каждый день успевать на пары и обратно плюс надо еще своей жизни во всех нормальных университетах зарубежных дарматорий до называется это общежитие там она конечно еще как гостиница находится при университете то есть хотя бы скорой доступности придаса сократить жизнь студента на дороге у нас там какие-то пособия смешнейшие просто никому невозможно там сотнях рублей может там тысячи рублей ну до двух тысяч рублей надо в любом случае работы до либо чтобы тебя родители тянули если еще хотя бы грубо говоря тебе идти там 5-10 минут до учебного образования да ты принципе можешь еще успевать хоть что-то либо тренироваться и тренироваться и учиться ну или хотя бы учиться и работать да и соответственно это представь пять лет тебе надо мучиться каждый день ехать туда настолько непродуманно отсюда не будет результата не будут люди на все сто процентов учиться не будут люди на все сто процентов бороться в итоге знаешь какая учеба начинается все договариваются как закрывать сессию никто на учебу не ходит только потом видишь на на сессии когда эти приходят новые люди новые лица ну понятно потому что он тренировался ну и мне кому мы понимаем конечно тут невозможно совершенно система ненормальная дайте дайте студентам реально денег хоть немножко до чтобы они не могли работать хотя бы там 10-15 тысяч рублей и сделайте так чтобы они у них оставалось время выйти на студенческой жизни самое главное время время на учебу время там да я просил говорю из ту физкультуры время на спорт и время на то чтобы ему не надо было приходить мне приходилось бы работать а в америке я живу американском университете учился представляешь я получается выходил у нас гостиница было вот это вот в самом центре грубо говоря влево вправо стрелочками сюда пошел там класс биологии сюда пошел класс химии там класс такой-то грубо говоря все там в десяти минут шаговой доступности это и точно также спортзал был там в десяти шаговой минут на доступности и нас кормили три раза в день я вообще-то такой я россияне с российским паспортом приехал они оплачивали проживание питания пусть ладно там нам не давали на нам давали кита суточника механизма нам нам не давали какие-то деньги там на содержание но нас обеспечивали одежды нас обеспечивали и дочь что уже не мало что уже не мало и конечно при таких условиях люди спокойно ходят и учатся и занимаются тем что получают образование там любую историю сейчас не возьми в любом направлении можно довести все до ума но у нас же зачем доводить у нас не знаю чем они думают жопой что ли а скажи то такое вот сейчас вот нынешняя на другую правительственная власть так далее нам рассказывают про кровавый режим который был но сталинский советском союзе все все там было плохо образование там было плохое медицина там все было плохо нас хотели убить и и так далее так далее путин говорит что он опытнее ленина по сравнению с тема то что происходит сейчас и происходило тогда вот какую правительство о народе заботилась больше слушай сложно говорить да сложно говорить о том что что было тогда другие реальные времена другие люди я очень сильно тоже интересовался биография сталина там неоднозначно такая персона на самом деле ведь у него же я про него три книги прочитал но покончила самоубийством до 2 там 1 рано умерла он тоже при все друзья и его которые с ним шли на на протяжении всего его политической жизни да он со всеми же расправился не со всеми там многими он дружил на самом деле это как-то утрирует у одного даже просил прощения слушай да я честно говоря последний раз вот читал и смотрел про него биографию немножко выпало жизни но безусловно при нем по моему каждые 20 часов открывался новый завод у нас был прирост экономики даже в показатели роста экономики даже в военный период то есть когда мы воевали да у нас даже экономика и завода работали так что мы себя могли обеспечивать да мы там во многом зависели от поставки оружия я могу сказать как зависит что я читал это 10 процентов максимум не так как рассказывается мы прямо на на производители спасибо помогали помощь была да но 10 процентов основное делали все сами и кстати и кстати вот я бы хотел бы интересную вещь сказать вот как говорят там про сталина от кровавого там и так далее всех камил я видел отличную бумагу от распечатку там пока что дело бухарина и еще кого-то там решение всего там коллизиума там 20 человек у сталина было отправить ссылку у других казнить расстрелять слушай я тебе так скажу что ведь он взял фактически он взял фактически страну с киркой лопатой да ну да а по большому счету отправил сверхдержавы до отправил космонавта в космос и там уже хрущев со своими который пришел после него со своими реформами и своим правлением ведь он уже от него все с ума сошли да него там все с ума сошли это был такого соурода медведев типа того знаешь это похоже не ну то что там это там человек с головой не дружил на реформы такие принимал писал то реку вспять то реформу про мясно прям про мясо как добавить не замечательная история там сказал ну надо чтобы производство мяса увеличилось два раза говорят невозможно что-то родил там так далее вырастить в одном регионе вы сделали два мяса два раза больше действительно о горит смотри человек потрудился наградил его через год оказалось что ты человек который выполнил производство он зарезал весь свой скот скупил с других ребенок вот зарезал во все а следующий год ничего слушая стрелился слушаю у нас мы пошли по по системе индустриализации до сельского хозяйства то есть мы ставим большие агрофермы и там эти агрофермы работают выполняют планы и так далее они на субсидиях у государства такая допустим у нас есть компания мира торг мира торг это как я слышал медведево медведево до его родственников форме допустим когда они зашли в калининградский регион весь весь малый бизнес все мелкое хозяйство они уничтожили до тем что они сделали минимальные цены на производство они дали минимальные цены до на мясо а так что фермерам стало невозможно просто торговать потом земли подавать мира торгу потом пошла какая-то еще волна с какими-то эпидемиями для для животных в итоге все мелкое хозяйство полностью разорилась а потому что не могли конкурировать у мира торга условно да там 700 миллионов дотаций только на этот регион конечно они могут рубить тогда первые два года грубо говоря убивать полностью весь малый бизнес все все сельскохозяйство а потом уже диктовать условия когда остались одни на рынке монополисты и и таким образом не знаю хорошее мясо там или плохое но невозможно в россии было убить это индустриализации все вот час мы там года два назад помогали одной девочке там интервью такое было у нее где она там плакала что она живет грубо говоря там на 700 рублей и мы собрали 500 тысяч там я этот алексей боксер я алексей папин еще там много ребят участвовал собрали пола 500 тысяч на 500 тысяч закупили два автомобиля там всего то что попросила две деревни мы не помогали этой девочке мы помогли двум деревням то есть от продуктов питания до книг учебников и спортивного интерьера ребята повезли это туда повезли поехали отвозили говорят ехали через деревня да там проехали сколько-то километров там 300 может 400 километров чтобы попасть к ним проехали где-то 15-20 деревень из них там было до 15 деревень из этих 20 уже никто не живет ну ты представляешь такой без 20 деревень 15 не живет ну ты можешь а ведь это а ведь это ты ешь по моему по америке до одноэтажной америки не зря ешь а там все колхозы колхозы поля засеяны за 7 и дают возможность торговать не душат налогами не дают такой кредит для сельского хозяйства нереальный что значит там 12 13 процентов для сельского хозяйства не занимался я кредита не знаю но общался с человеком который пытался это делать невозможно при таких высоких кредитных ставках просто поднимать бизнес с колен невозможно и мало того что ты еще его сложно получить так еще эти кредитные ставки даже если ты вот эту цепочку выровняешь вырастешь поднимешь потом надо еще продать это все эти рынки за захвачены монополистами потому что этот рынок не попасть но откуда здесь взяться в мелком отсюда и все деревня либо вымирают либо как-то в город перед урбанизация происходит но когда русский человек был без огорода ведь мы ну реально наше земледелие ну на наше первое как бы работа была это земледелие да все все что с землей связано сейчас нас отсюда отвели мы ушли в город бизнесменами так и не стали экономисты мы тут невеликие знаешь судя потому что как мы в стране тут все выстраиваем у нас ничего это так как такового нет а единственно что умели как бы земле ковыряться так эту забросили меня еще позабавило что хотели ввести налог на свои собственные огороды раз вот такие богатые можете что-то там вырастить то платите с этого до 1 бабушки там стоят там у метро там говорят торгуют там чем-то мелочи какой-то тоже должны я вот ним я вот честно говоря не понимаю там этих деятелей до которые деятели которые позволяют себе говорить тогда главный кардиолог россии говорит что если вы не можете пройти какую-то там чистку сердца до за 70 тысяч рублей вы нагрузка государства ну слушай но с ума сойти просто но это вообще но от них нагрузка просто надо я не знаю это избавляться и так далее это как по типу том что министр культуры да я не люблю оперу но я буду заниматься культурой такими министры культуры дима ты ведь в хороших отношениях с александром шлеменко он довольно тоже резко высказывает про про нынешнюю ситуацию он тебе вообще что-нибудь говорил по последним он говорил он тоже недоволен вот он реальный патриот да он реально переживает за россию он ему это болезненная история он хочет максимально поучаствовать просто глядя со стороны да я просто понимаем что это даже у него это бег на ровном месте ну посопротивляется но чуть-чуть поделает ну что попробует думаю что скоро плюнет или не плюнет но являем как-то шли с ним по лос-анджелесу да я могу рюс ань идем по лос-анджелесу сторону моря там океан все вот эта жизнь да я не станет им не хотел бы переехать он хотел бы переехать а грачу не переехали да люди не поймут меня просто не хочу русских бросать как бы переехал уже дома вот на мне такой социальной нагрузки не да у него есть ответственность он так поэтому это не сделает я думаю что он верится там но он верит в лучшее больше молодец дай бог но просто я я я не понимаю он там никогда не окажется не никто в жизни не поделится этой властью не путин никогда не уйдет какой-то вечный там тонн метр семьдесят медведев ну и в таком случае то лицо бесконечные путин и ну слушайте говорят просто камеры разные снимают поэтому он меняет слушать ну может быть он когда что и меняется не но это же не секрет что у правителей всегда были какие-то дарники наверняка и у него есть но не столько же слушай ну может быть я просто двое-трое запросто я я просто думал может быть все таки тот путин и действительно переживал за россию да то есть тысячи и и тут действительно не знаю и и реально болел как бы ей россии да потому что ну как-то мы ему верили ну этот который пришел он же все слова того перечеркнул да он же тут тот говорил что никогда при мне не повысится пенсионным возрастом не будет изменен конституции там не того-того-того-того и все и все все со временем такого же не может быть но такого же не можем не может человек так отказываться от своих слов но не может даже если это даже если эта реформа вы какую-то себе там почему-то и придумали но вы людям не объяснили почему мы так вас и не поняли но так вас и не поняли и не поймем мы поняли что только одно что забрали у людей дима многие спортсмены именно как ты рассуждают откуда знаешь не вот еще таких патриотов как шельменко много есть я именно вот под это нет нет и не будет и не будет нету и поэтому я я честно говоря особо не верю здесь во что-то больше а те шлеменко не звонил просто уступления про александр и милей не говорилось или не надо конечно он же там тоже высказался до нас под поддержал на знаешь к весе вернуться к если вернуться к этой истории что саша мне казалось бы то что повернулась против меня да на самом деле помогло мне очень сильно принятие решений и он очень здорово как как бы ни казалось это парадоксально странно мне помог и многие люди себя повели так как я одних не ожидал важно мне хорошо для меня и позвонили те от кого как бы я ждал и по позвонили те от кого я не ждал и и были приняты 1 2 1 2 решений да там кардинально которые принципе пойдут мы сейчас изменим изменит мою жизнь поэтому да саша мне звонил мы с ним разговаривали и это уже был разговор после того как мне позвонил мой там друг про которую я говорил и я там уже полностью в другой плоскости пересмотрел всю эту историю я так скажу что не надо никому ничего угрожать не надо никому ни в какие лезть виртуальные баталии и даже виртуальные баталии могут обернуться очень плохо мало того что надо свои слова подкреплять действиями да кто-то может наболтать за тебя там наговорить того чего нет кто-то но наговорить и и кто-то тебя не знает на может реально поверить тот кто меня знает мнение не изменилось я от я все тот же который за своих друзей платил всегда который совсем сюда делился вез подарки никого не подводил тот тусанове себя дела имел все со мной нормально не переживайте нет никаких у меня проблем вот да и из этого всего мораль до что не надо никогда торопиться ни с чем не с поспешными действиями не с поспешными выводами и тем более там высказываем и так далее тот кто понял жизнь тот не торопится тот не спешит камил горжиев кстати сказал что ты невероятно интересный персонаж в русском мм и почему интересно потому что ты такой же оратор наверно как его поговорить я могу тогда смотреть за на макса новоселова будешь болеть за марса на все они ну надо чтобы он выиграл конечно этот то потом скажу что макс плох и так далее сейчас он надеюсь выиграет не давать макс хорош ну буду гореть макс хорош пускай выигрывает да но я бы на самом деле на месте его сейчас не влез бы ни в какие истории это же до боя осталось два месяца и завтра я улечу послезавтра я уже на тренировке и у меня уже финальный этап подготовки я к этому отношусь серьезно там камил набросал очень серьезно фигурную скобку мне по боям где мы заработаем денег мне мне нужно будет построить свой свечной заводик поэтому я хочу рвануть хочу рвануть по бабкам вместе с ним и и макс побереги себя на самом деле просто сохрани до боя для того чтобы мы с тобой хорошо подрались хорошо подрались дим смотри мага емельянин котовой прогноз ну до того момента пока саша на кочерге сидел да то конечно мага я вообще видел как он там тренируется там с характерной самоотдачей с такое колоссальное и я думаю что он думаю что он фаворит был на тот момент стопроцентный если саша уедет чечню бросит пить можно набрать очень хорошую форму может дать бой на руках но маги есть один плюс маги есть борьба на и было бы глупо если бы не использовал этот козырь физику он набрал очень сильно бороться он умеет наборотой до руки у него тоже неплохие и банка у него как говорится мощная думаю честно сказать что мага выиграет ты хотел спросить еще про уайлдер тайсон фьюри честно сказать мне кажется что уайлдер настолько неординарный тип да и он еще растет и добирает добирает фьюри как-то все-таки был более читаемый он дрался последний бой с парнем с каким-то со шварцем лилицким там следующий был да по очкам выиграл не у вас есть это было очень странно и у европейца дочеса мне казалось просто это шанс был я путаю фамилия понимаю я еще смотрел отвали на лотова я смотрел букмекерские котировки там давали что доживет до шестого рауна седьмого восьмого девятого и так смотрю ну и вообще там до 12 раун уже никто не верил да а вы видели как вайлдер просто высек этого кубинца вы сартифа первым же ударом просто он он с ним ходил хернёй занимался какой-то танцевал вообще не дрался да вообще не дрался и просто один момент думал как из пушки я разговаривал с дима кудряшовым дима кудряшов сказал что это будет выстрел как из пушки и его то знает да и говорит что вайлдер в одну в одну кассу я честно говоря тоже то что то что она мне он по крайней мере интересен мне кажется он более разноставлен току и досрочно допускаешь я думаю выиграет а как вот не знаю но выиграет он точно а может это сказать раз хорошо общался с кудряшовым что с ним произошло в крайнем поединке с писаром я не видел этого боя не общался и я знаю что для любого спортсмена до какой-то диспьют и был ситуей шин это когда спорно это ну больная тема да я я был в таиланде пропустил этот бой а потом понял ну и потом почитал два по на форумах что там говорят что не отдали победу неправильно то что я не стал пересматривать вот этот бой и знаю точно что он любит драться да 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 и он говорит такая как боксер как каком в посту говорит боксировать я не умею но драться я люблю очень слушай я его ценю даже хотя бы за это за то что он любит драться и он такой эпатажный с бородой да такой ростовский парень такой мужик да да долгодонский ростовский губерния и за ним за ним интересно смотреть да там у нас не так много этих россиян боксеров за которыми интересно смотреть плюс они сейчас были были в калининграде это был боксерский воробьев чихаджан там будет до в боксерский турнир и на этом боксерском турнире они гуляли по городу там был этот битри бивол да он же он же говорит очень крутой боксер очень круто да он очень крутой боксера лучший в мире там и так далее но все подходили здороваться к диме пудряшова потому что он узнаваем его его лицо за ним интересно наблюдать очень хорошо на камере вписывается он такой мужичара который там вот олицетворение тех казаков там которые знаешь дорогу в сибирь прорубили грубо говоря там дошли до лос-анджелеса когда-то даже до гавайев знаете да что она что что нам гавайи когда-то принадлежали там просто мы не смогли удержать нас казаков там было около сотен и писали цари царица екатерине что пришлите подкрепление и деньги и этот остров будет наше они там смотрели по карте где это там да зачем нам это надо пусть возвращаются ну так сегодня в гостях был известный боец дмитрий смоляков дмитрий во вторых во вторых желаем вас победы над максимум новачаловым с которым мы еще поговорим надеюсь а во первых это не было хотели бы я повернул в этом плане хорошо это нормально а во первых мне бы хотелось чтобы вы следующий раз вернулись в ту страну которую или вернуть союз не получится стоит связать не получится нужно дим тебе главное здоровье удачи и чтоб на новом месте было намного лучше чем на прежнем спасибо большое да на прежнем тоже неплохо было но просто перспектива на будущее но знаешь как давай сильно не заострять внимание тех же еще еще пока здесь до счет еще окончательно не переехал после боя с максимум ждем здесь надеюсь я думаю что нормально хорошо